В эфире главное утро Республики. Екатерина Винокурова, Иван Луцкан. Приветствуем всех, кто в эту минуту просыпается вместе с нами. На часах студии 7 часов утра и уже небольшое количество секунд. На календаре 18 февраля, день недели вторник. И считаем, что вы начинаете это утро полезно и в хорошем настроении, ведь вы вместе с нами. И сегодня у национального и всеми любимейшего блюда пельменей. День рождения. Вот произношу слово пельменей и аппетит просыпается. Такие же все-таки они сочные, питательные. Я себе представила. Сок этот ощущаю. Об истории этого блюда мы с вами еще сегодня поговорим и расскажем вам более подробно. А сегодня вечером, думаю, лучший повод, чтобы устроить настоящий праздник, собраться всей своей семьей за большим столом, а может и не за большим, во главе которого будут стоять пельмешки. А я как врач наоборот скажу, не надо наедаться на вечер. Ну, один раз-то можно. Ну, если только так. А вот, к примеру, работники транспортной полиции нашей страны могут объединить два праздника. Первый – это день пельменей, накрыть себе стол ими. А второй – это непосредственно их профессиональный праздник, потому что они отмечают его сегодня, 18 февраля. Их главная задача – это обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок. Поздравляем всех, кто связан с этим. Поздравляем. И если среди ваших знакомых или родных имеются сотрудники подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте, смелее поздравляйте их посредством нашего WhatsApp-номера, который вы в данный момент видите на своих экранах. Да, я его озвучу. 8-914-279-22-62. WhatsApp-сообщение с приветами, поздравлениями, с различными новостями. Добро пожаловать. Мы их зачитаем. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды на день, 18 февраля. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 30 градусов. Днем ожидается до минус 16, минус 22. В Заречных утром минус 24, минус 32 градуса. Днем минус 16, минус 25. В Южных Улусах минус 14, минус 15 утром. Днем также минус 14, минус 15. В Вилюйских Улусах минус 16, минус 18 утром. Днем до минус 15, минус 17. В Нежделенских минус 24, минус 25 утром. Днем минус 21, минус 22 градуса. В Западных минус 14, минус 21 утром. Днем минус 14, минус 17. В Колымейде, Гирских Улусах минус 22, минус 35 утром. Днем минус 21, минус 29 градусов. В Янских Улусах минус 19, минус 23 утром. Днем минус 17, минус 21. На Северо-Западе минус 15, минус 24 утром. Днем минус 17, минус 22 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер Северо-Западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 23, минус 25 градусов. Замечательная погода, чтобы, например, сходить на отчет правительства, который проходит сейчас в разных районах нашей республики. Так, отчет прошел уже по графику в штатном режиме. В Аннабарском, Горном, Мирненском, Чуропчинском, Устьянском, Намском, Валекминском районах и в городском округе Жатай. Продолжается отчет в Валекминском районе. Итого 15 муниципальных районов, один городской округ, 181 населенный пункт, охват более 13 тысяч человек. Был прием граждан, сочетлен 646 человек, плюс 3 коллективных обращения. Вот такой итог пока на день сегодняшний. Сегодняшний. Отчет продолжается. Уникальная возможность задать вопрос напрямую членам правительства, заместителям министров и получить квалифицированный ответ или решить какую-то проблему, с которой не решалось, допустим, возможно, годами, потому что не получали должного ответа. И мы продолжаем наш эфир. Возрождение и сохранение языков – основная миссия акции «Диктант» на языках малочисленных народов севера Республики Саха и Якутия. Сегодня более подробно мы говорим на тему диктанта с нашими гостями. Констанция Константиновна Петрова, учителя венкийского языка школы номер 38 города Якутска. Доброе утро. И Аина Ивановна Прибылых, сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха и Якутия. Доброе утро, уважаемые гости. Диктант у нас состоится 20 февраля. Да, все верно. Сколько районов, какие районы присоединились к акции? Кроме города Якутска, в этом году присоединились 19 районов и 43 населенных пункта. По сравнению с прошлым годом, диктант мы проводим уже второй год. По сравнению с прошлым годом у нас площадки увеличились, чему мы очень рады. А вот что за текст диктанта будет? Да, тексты диктантов были подобраны нашим отделом, региональным культурно-образовательным центром, но они прошли очень строгую проверку носителей языков. Это сотрудников Института гуманитарных исследований, лекторов нашего языкового лектория, ну и еще и других волонтеров, чему мы очень благодарны. Эти тексты мы отправили всем участникам диктанта, и некоторые площадки уже на сегодняшний день провели диктант. А на скольких языках получается? Получается эвенский, эвенкийский, юхагирский, тундраный диалект, лесной диалект, долганский и чукотский. Но акция уже второй раз проходит, тут какие-то итоги есть по первой акции? Сколько вы планируете привлечь в этом году? В прошлом году диктант написали более 500 человек. В этом году, конечно, надеемся, что число увеличится, потому что, во-первых, пропаганда, сохранение языков вообще в республике, но и в нашей библиотеке она огромная. Мы проводим замечательные языковые лектории, в которых принимает участие взрослое население, и лекторы, волонтеры, помимо своей основной работы, проводят языковые лектории. И вот все слушатели языкового лектория должны уже написать этот диктант. А вот что это за языковой лектории? Кто может в нем принять участие? На какой площадке он проходит? В какие сроки? Ну, языковая лектория проходит в стенах Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия по этим названным языкам, кроме чукотского. И лекторами являются волонтеры, как я уже сказала. Допустим, вот Констанция Константиновна уже второй год является бессменным лектором по авентийскому языку. И в воскресенье можно прийти, выучить язык, после пяти можно в будний день. То есть все адаптировано под досуг, под такой свободный день, свободный график слушателей. А вот как-то заранее надо записываться? Да, заранее. Мы уже с февраля начали второй поток. Уже надо заранее записываться. Об этом мы анонсируем всегда на нашем сайте, в Инстаграме. И так что надо следить. И будет набор по якутскому языку еще дополнительно. А в день диктанта можно будет прийти? Ну, в день диктанта, да, можете попробовать. И через организаторов узнать про эту информацию. Мы будем очень рады. А вот языковой лекторий, да, о котором вы сказали, вот сколько длится курс и обязательно ли посещать каждую лекторию? Ну, про это, наверное, уже расскажет Констанция Константиновна, потому что у каждого языка свои отдельные особенности, своя отдельная длительность изучения. Констанция? Так, лекторий, вот, сам урок ведется один час. Если мы в прошлом году в основном занимались теорией, в этом году в основном мы занимаемся практикой. То есть мы в основном разговариваем, диалоги ведем, чтобы люди вот ощутились в эту среду, языковую среду. В лекторию урок ходит в основном, посещает 6-10 участников, получается. Ну, в основном не владеющие. У нас, тем более в Якутске языковая среда такого и нету, поэтому мы как бы обустраиваем вот такую языковую среду делаем. 6-7 человек, это взрослые, да? Это взрослые. Нет, молодежь тоже ходит. Я в прошлом году работаю, да, поучать. Я как бы наблюдаю то, что у населения уже появляются мотивации такие, чтобы обучать свой родной язык. Как говорится, нет языка, нет народа. А вот сколько времени занимает вообще в целом? Вот сам курс? Сам курс? 18 уроков. Мы вот разрабатываем план, программу, да, 18 уроков занятия ведется. И по итогам у нас получается там немножко экзамен и проверка на знания. А как давно практикуется ивенкийский язык в школе? В Якутске единственная школа, где преподают ивенкийский язык, это среднеобразовательная школа номер 38. Там она ведется с 96-го года. Так как лон сейчас берем в основном по ивенкийскому языку, как я преподаю только ивенкийский язык, и у меня обучающие 19 детей по школе получается. И там обучаются дети именно по национальности, если ты ивенкий, тогда обучаешь ивенкийский язык. А параллельно идут на уроки якутский язык некоторые. А вот есть возможность где-то изучать еще языки других малочисленных народов Севера? Да, есть, тем более в лектории тоже преподаются иные языки, вот МНС, да, поучаются ивенский, ивкагирский, долганский и так далее. Но вы непосредственно ивенкийским занимаетесь? Да, конечно, ивенкийским. А вот видно, что за последнее время как-то изменилось отношение к языку, что стало больше проявлять интерес общественность к этому? Конечно, видно. В основном вот молодое поколение, у них уже появляется вот инициатива, мотивация, чтобы обучать свой родной язык. Тем более у нас сегодня ДДН Кулаковского, да, будет День овенкийского языка. И мы там каждый год проводим, в общем, День овенкийского языка. И там масштабно проводятся школьники приходят, молодежь из старшего поколения. То есть там у нас различная программа, конкурс часов, запевал, и тоже там в основном в лектории ведем практику тоже. Это сегодня, да? Это сегодня. Успеть может любой желающий? Конечно. А во сколько началось? Это в 6 часов вечера сегодня. В Доме Дружбы народов Кулаковского. Вот, Аина, еще вопрос, да, связанный с работой национальной библиотеки. Какие-то еще мероприятия, акции планируете и чему посвящена вот непосредственно вот эта акция? Да, ну, немножко расскажу о минувшей акции, да, в рамках декады родного языка. В субботу провели большой диктант, сахалы-диктант на якутском языке. И я очень рада сегодня сказать, что к акции присоединилось около 10 тысяч человек. Это, то есть, не последние данные. И также скоро мы открываем школу развития личности. Это в рамках обучающих мероприятий ученики могут в стенах библиотеки получить знания, как себя подавать по личному бренду, встречаться с известными людьми не только республики, но и с преподавателями ведущих вузов России. Допустим, мы ждем приезда преподавателя МГИМО МИД России и также Высшей школы экономики. Так, это у нас большое мероприятие. Когда оно приблизительно запланировано? 29 февраля у нас состоится первая лекция, первая встреча, и оно будет идти циклами, циклично. И в мае уже дети должны получить сертификат. Библиотека получила в конце 2019 года образовательную лицензию. И вот они должны получить сертификат о том, что они приняли участие в школе развития личности. А вот запись тоже заранее или мы допустим? В этом году мы решили взять целевую аудиторию сами. И это у нас такой пилотный проект, но уже с сентября, наверное, мы будем вести запись или, наверное, еще даже будем какие-то испытания. А на какие возраста ориентированы? С 14 до 17 лет. А еще какие вот акции планируют, возможно, провести? Так, мы еще планируем, ну, Библия ночи уже скоро будет, апрель, не за горами. А также в мае, в конце мая мы хотим провести большой велопробег. И вот в году патриотизма у нас планируется большая работа. Мы работаем над большим порталом, где, ну, портал это как большой ресурс, база данных, где мы будем размещать интересные факты, готовые уроки учителям. Где, ну, любой может зайти в этот портал и искать для себя нужную информацию. Спасибо большое, что этим утром подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи национальной библиотике в проведении мероприятий. Констанция, вам спасибо за то, что вы пропагандируете родной язык. И как волонтер проводите все эти лектории абсолютно бесплатно для широких масс населения. Спасибо. Всего вам доброго в вашей работе. Ну, а мы продолжаем наш эфир. В Якутском республиканском онкологическом диспансере приступили к созданию отдела молекулярно-биологических исследований, в котором будут использоваться методы генетической диагностики. В текущем году поставлены большие задачи по дальнейшему развитию онкослужбы. Начата работа по созданию отдела молекулярно-биологических исследований, в котором будут использоваться методы генетической диагностики мутаций, ассоциированных с определенными формами онкологии. Это позволит применять таргетную терапию, позволяющую врачу подобрать на основании выявленного статуса мутации клеток наиболее подходящее лечение. Так как на сегодняшний день известно, что основная причина злокачественных новообразований – это генетические факторы. Закуплена и запущена в работу первая часть из необходимого для молекулярно-биологической лаборатории комплекса оборудования «Реактив». Это ПЦР – полимеразная цепная реакция с оптической детекцией в реальном времени. С учетом необходимости освоения новых генетических методов анализа на современном оборудовании в Якутске республиканский онкологический диспансер был приглашен на работу специалист в области молекулярной биологии. Это кандидат биологических наук Эдуард Филиппов. Основная функция лаборатории – это диагностика генетических мутаций, с которыми обусловлены определенные виды онкологии. Выделяем ДНК из образцов пациентов, проводим амплификацию и в последующем детектируем ее, анализируем и определяем вид мутации. В день делаем несколько исследований от 7 до 15. Это мы исследуем мутации, ассоциированные с раком молочной железы, с раком легкого, с колоректальным раком, с меланомой. Продолжаем наш эфир и сейчас поговорим о тех мерах, которые предлагаются в Якутии для поддержки семьи, у которых есть дети. Итак, внимание на экран. При рождении первого ребенка полагаются ежемесячные выплаты в размере 17 660 рублей до 3 лет при рождении с 1 января 2018 года, если средний душевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Плюс также к этому единовременная выплата в размере 35 320 рублей при рождении с 1 января 2019 года, а также федеральный материнский капитал в размере 466 рублей 606 617 рублей предоставляется семьям, у которых ребенок появился после 1 января 2020 года. А при рождении второго ребенка полагается ежемесячная выплата за счет средств федерального материнского капитала в размере 17 660 рублей. Она полагается всем, кто ребенок родился с 1 января 2018 года и средний душевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Далее федеральный материнский капитал, он увеличен был после послания президента нашей страны и сумма ставила 616 617 рублей. И плюс 150 тысяч, если семья при рождении первого ребенка получила федеральный материнский капитал после 1 января 2020 года. И еще есть местная мера поддержки, это региональный материнский капитал, который составляет 139 985 рублей. Это при рождении ребенка с 1 января 2019 года. А при рождении третьего и последующих детей семьям предоставляется ежемесячная выплата в размере 717 660 рублей. Также республиканский материнский капитал семья в размере 139 716 рублей. Плюс погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 450 тысяч рублей. Это при рождении с 1 января 2018 года. Действует закон до 31 декабря 2020 года. Вот такая полезная информация. И у всех в памяти с особой теплотой вспоминаются семейные посиделки, которые связаны с лепкой домашних пельменей. Пельмени же не просто еда, а продукт, который имеет статус семейных традиций. А когда он был создан впервые, узнаем в нашем следующем сюжете Максима Гуглева. Сытное и удивительно вкусное блюдо пельмени на русском столе появились очень давно. Современный пельмень произошло от финно-угорских слов. Пель – ухо и нянь – тесто, хлеб. Похожие блюда есть и в других национальных кухнях. Итальянские равиоли, украинские вареники, узбекские манты, армянские буараки, гурзинские хинкали. И вот несколько версий происхождения пельмени. В Западной Европе существует легенда, что во время 30-летней войны, в период поста одному из монахов, какого-то монастыря, совершенно случайно удалось приобрести большой кусок мяса. Монахи измельчили его и смешали с зеленью, пряностями и сливочным маслом. Чтобы иметь возможность незаметно подать на стол этот запретный плод, мясо спрятали под оболочкой из теста. Есть предание – пельмени придумал известный врач древности Чан Чун Цзин. Было это около 1500 лет назад. В древние времена, когда приходили сильные холода, в конце года многие люди заболевали. Однажды он поехал навестить родителей в деревню. Там он увидел, что у многих крестьян обморожены уши. Он сразу придумал хорошее лекарство. Его готовили так. В большом котле кипела вода, в которую бросали баранину, перец и особые травы, которые в китайской традиционной медицине используют как изгоняющие холод. Проварив определенное время, все это вынимали, измельчали и заворачивали в небольшие лепешки из теста. Получались изделия, очень напоминающие по форме уха взрослого человека. Съев это, больной чувствовал жар. Кровь начинала циркулировать быстрее, его уши краснели. Через 2-3 дня приема лекарства больной обычно поправлялся. Версии происхождения российских пельменей более чем достаточно. Одна из них – появление пельменей в России посредством монгольского завоевания, основанное на признаках блюда, близких к китайской кухне. Долгая подготовка и кратковременная тепловая обработка. Использование специй зачастую для России не свойственных, но в нее завозимых. И употребление в пищу непосредственно после приготовления. А распространились пельмени сперва на территории Урала и Сибири. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Аппетит не проснулся? Нет, я поел. Мы продолжаем. В ближайшие дни в Чурабче стартует форум родного языка под названием «Тыл народ тына». Да, и у нас в гости сегодняшней нашей студии, участники этого мероприятия и организаторы. Это Анастасия Николаевна Осипова, заместитель начальника Чурабчинского управления образования. Доброе утро. И гости в прямом смысле не только этого форума, но и гости нашей Якутии. Это Маргарита Емельевна Дубровина, доцент кафедры тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук. Доброе утро. И Алексей Игоревич Пилев, доцент кафедры тюркской филологии этого же факультета, кандидат филологических наук. Доброе утро. Анастасия Николаевна, расскажите нам немного о форуме, что планируется в эти дни в Чурабчинском районе. Да, доброе утро. Это 19 и 20 февраля этого года, вот буквально завтра-послезавтра, в Чурабчинском улусе в селе Чурабча мы будем проводить форум, который посвящен проблемам родного языка. Мы все понимаем, что родной язык – это самая большая ценность, которая у нас есть. И в наших силах защитить, сохранить, разить этот язык. Идея данного форума принадлежит начальнику управления образования Чурабчинского улуса по сельскому Юрию Павловичу. И мы встретили горячую поддержку главы администрации нашего улуса Андрея Тимофеевича Наговицына. И при содействии всей администрации нашего улуса мы вот собираемся встречать наших гостей. Любезно распахнуть двери Чурабчинская гимназия имени Степана Кузьмича Макарова, Чурабчинская средняя школа имени Семена Андреевича Новгородова. Будет обмен опытом, много будем, наверное, обсуждать проблемы, назревшие, актуальные, потому что в связи с глобализацией на современном этапе развития общества мы наблюдаем спад популярности родного языка, и дети наши буквально с детсадовского возраста начинают немножко забывать родной язык. Вот. И на форум мы пригласили ученых-языковедов, общественников, педагогов, родителей, учащихся, тех людей, кто ответственен за развитие и сохранение родного языка. Ну вот как раз вопрос нашим гостям. Первый раз ли вы в Якутии и какое впечатление? Да, ну мы впервые в Якутии. Очень благодарны организаторам форума за возможность посетить вашу республику. Мы уже немного ознакомились с достопримечательностями Якутска, побывали в двух музеях. Это для первого дня достаточно много. И даже смогли оценить красоту окрестностей города и красоту сибирской природы. Вот. Поэтому я думаю, что эта поездка нас очень обогатит, как специалистов по тюркским языкам в целом. Какая вот научная ценность вашей поездки? Ну, вы знаете, на самом деле ценность ее сложно переоценить, потому что, занимаясь в Санкт-Петербурге на кафедре тюркологии тюркскими языками, мы, конечно, больше общаемся с языками по источникам, по рукописям каким-то, по книгам. Здесь же у нас есть очень хорошая возможность увидеть и услышать язык, посмотреть, как люди живут, как люди общаются. И вот я надеюсь, что форум нам даст эту возможность, потому что все секции на форуме, они в основном будут на якутском языке. Вот. Нам хотя предоставят переводчиков, но все равно погружение в якутский язык, в тюркский язык, это, конечно, очень ценно и очень важно для нас. Потому что в Санкт-Петербурге, конечно, ну, не так часто встретишь носителей этого очень редкого языка для нас и очень ценного, на самом деле. Ваша программа на форуме какая? Вы знаете, мы будем выступать и с докладами, мы представим результаты наших исследований, которые мы проводим в рамках сравнительных исследований тюркских языков. Мы, вот я, например, языковед, я занимаюсь тюркскими языками и турецким языком как основным, это язык одной группы. Якутский язык — это язык другой группы. И вот сравнительные исследования, конечно, сегодня они очень важны, потому что якутский язык, могу сказать, вот мы с коллегами постоянно это обсуждаем, что якутский язык — это такая квинтэссенция всего тюркского, если можно так себе представить. То есть он сохранил те черты, которые многие другие тюркские языки уже утратили. И это действительно очень интересно, и это очень важно и значимо для науки, востоковедения в целом. А если сравнивать, да, вот все-таки язык наш, якутский, с языками других тюркских народов, то в чем, может быть, есть особенность и в чем отличие? Ну, вы знаете, я уже, конечно, может быть, повторюсь, мы с коллегами постоянно об этом говорим. Дело в том, что якутский язык, видите, он отделился от основной массы тюркских языков достаточно рано. И ушел на север, и законсервировал те черты, которые были исконно у многих про тюркском языке, если можно так сказать. Ну, к примеру, в якутском языке отсутствует родительный падеж. Во всех других тюркских языках он уже есть. Да, и это действительно очень такая особенная черта, и очень много споров про войсов между учеными. Был он изначально, этот падеж, и потом был утрачен, или он. Мы, конечно, доказываем точку зрения, что его не было с самого начала. Именно якутский демонстрирует вот эту ступень или стадию развития языков, когда язык еще, знаете, такой был ближе к корневому, скажем так. И, ну... Я могу добавить, да, Маргарите Биллиевне, к тому, что она сказала. Я не являюсь языковедом, но я являюсь, в общем, автором и читаю постоянно особый курс на первом курсе нашим студентам, который называется введение в тюркскую филологию. И мне приходится делать обзор всех тюркских языков и всех народов, говорящих на них. И, естественно, приходится много говорить о языках Сибири. А якутский язык — это крупнейший тюркский язык Сибири, и Якутия — это крупнейшая республика, где проживает тюркское население. Спасибо вам большое, что подошли к нам в студии. Хочется, чтобы поездка оставила самые теплые воспоминания. Вам даже погода благоволит, не такие морозы, как обычно. Да, это замечательно. И научная ценность, которую вы хотели получить в результате общения непосредственно с носительными языками, была бы бесценна. Удачи в проведении форума. Мы далее продолжим наш эфир после короткой паузы. Так что оставайтесь вместе с нами, и, я думаю, будет много полезной и интересной информации. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня 18 февраля. Вторник на календаре. Да, телефон в студии остается прежний. 8-914-279-22-62. Вы туда отправляете очень много различных сообщений, но чаще всего они носят такой характер, как «Доброе утро». Желаем всем хорошего настроения. А вот предметное сообщение. Доброе утро, ведущим. Спасибо. Поздравляем подругу Ларису Буданову с днем рождения. Желаем исполнения всех желаний, начинания и, главное, здоровья. Вот как-то так. Мы продолжаем. Наш эфир продолжат наши коллеги из информационной службы. 5 минут свежих новостей, и после чего снова встречаемся в нашей студии. Здравствуйте. В эфире новости в студии Юлия Великодная. Правительство России расширило границы территории, опережающего развитие индустриальный парк Кангаласы и сменило ее название на Тор-Якутия. Режим территории теперь распространяется на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ и переименовании. Якорными являются проекты создания современной высокотехнологичной судостроительной верфи и строительства грузового терминала, говорится в сообщении. Отмечается, что расширение границ Тор позволит создать более 780 рабочих мест, привлечет порядка 8,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивается в 2,8 миллиардов рублей. Принятая величина прожиточного минимума на душу населения на очередном заседании правительства республики. Его сумма составила 17 286 рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3,7%. При этом величина для трудоспособного населения равна 18 327 рублям, для пенсионеров 13 888 рублям и для детей 17 950 рублям. По сравнению с величиной прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в Якутии он выше в 1,6 раза или на 6 677 рублей. Утвердили в Якутии размеры субсидий домам культуры и населенных пунктов с числом жителей до 50 тысяч человек. Средства пойдут на развитие и укрепление материально-технической базы и ремонта зданий. Субсидии будут предоставлены в 2020 году из государственного бюджета республики, местным бюджетом муниципальных образований и городских округов. На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 20 населенным пунктам с числом жителей до 50 тысяч человек выделят 24 миллиона рублей, а на ремонт зданий пяти домов культуры предусмотрят 5 миллионов рублей. На линию Ленск-Батамай вышел маршрутный автотранспорт. Много лет жители этого села были вынуждены добираться до райцентра на такси, которая стоит полторы тысячи рублей. А учитывая то, что в Батамайе только начальная школа и у многих дети учатся в Ленске, такие расходы ударяли по карману. 30-ти местный автобус совершает рейсы два раза в неделю в пятницу и воскресеньем. Стоимость проезда до Батамая в одну сторону составляет 237 рублей, до Мурьи – 85. Также с недавних пор в Ленском районе учреждение «Гранит» переводит пассажиров до самого отдаленного поселка Дорожный. В зимнее время в Хамру курсирует пассажирская газель и между Ленском и Артонахаринским наслегом, а также есть маршрут до Бичинчи. Маршруты социальные, то есть они направлены именно для обеспечения перевозки пассажиров между населенными пунктами и городом Ленском, связь. Больше всего людей ездят на направление Артонахар-Чемча. То есть там практически свободных мест никогда не бывает, и часто даже бывает, что не хватает мест. Возникали в одно время вопросы о том, что может быть добавить еще. Но потом как-то сбалансировали, и в общем-то сейчас достаточно. В Национальной библиотеке Республики открылась персональная выставка самодельных кукол Анны Манько. Все куклы – это прототипы людей, живущих на Камчатке. Родные и близкие, односельчане и знаменитые артисты национальных ансамблей. Одежда выполнена в стиле коряков, интельменов, эвенов и чукчей. Костюмы шиты вручную с использованием орнаментов и элементов декорирования. Традиционных для каждого из этносов. На выставке также были представлены головные уборы из кожи и меха, обшитые бисером. Коллекция уникальных кукол была приведена из Индии, где в составе российских участников была представлена на международной выставке. Первая моя кукла появилась в 2012 году. Началось все создание национального ансамбля «Кыкша-Ай» Елизавета Федоровна Долган, руководитель. Впервые она тогда меня обучила висероплетению. Это вышивка розеток, ленат головных уборов. И мне очень захотелось сделать ей подарок своими руками. Тогда впервые я сшила куклу в национальном костюме. Она представлена здесь на выставке. Эту куклу заметили на краевых выставках и пригласили меня участвовать потом в дальнейшем в Москве, где я узнала о технике полимерной глины. Оставайтесь с нами. Впереди еще много всего интересного. Доброе утро. Мы продолжаем и благодарим наших коллег за оперативные новости. И вот еще тоже пришло оперативное сообщение. Анна Ильич, поздравляем двоюродную сестру Татьяну Дмитриевну Новгородову с юбилеем жительницы села Чуровча из Якутска Лана. Вот, поздравляем. На этом все, да? Пока все. Мы продолжаем наш эфир. В рамках года патриотизма, объявленного главой нашей республики, образовательные учреждения запланировали свою работу. И сегодня... Да, мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Дмитрий Игоревич Павлов, заместитель директора по воспитательной работе Якутского института водного транспорта, филиала Сибирского государственного университета водного транспорта и курсанта этого института, четвертого курса, Петровым Львом. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте, первый вопрос, наверное, какие мероприятия, да, запланированные в рамках года патриотизма и 70-летия победы в Великой Отечественной войне? Ну, в этом году, конечно, в нашем институте прошел ряд мероприятий. В первую очередь, это, конечно же, дни, посвященные Днем Боевой Славы нашей Великой Родины. У нас сейчас уже проведено более трех строевых смотров. Мы занимаемся строевой подготовкой, обширно готовимся к патриотическому, ну, нашему торжественному шествию, который состоится в рамках Дня Победы. Также у нас сейчас ведется подготовка большого театрализованного представления, которое мы готовим для ветеранов города Якутска. Оно у нас состоится 29 апреля. Это у нас ежегодное мероприятие. Мы так поздравляем всех ветеранов города Якутска. В основном, конечно, собирается небольшое количество, но мы стараемся охватить более масштабно. И завершаем учебный год, поскольку у нас все-таки учебными годами отмеряются. Это нашим парадом. И также мы будем в июне этого года проводить регату, которая также будет спортивная регата. Это гребля на шлюпках и ялах, которая будет тоже посвящена у нас в этом году 75-летию. Ну, это такой вот план, так скажем, до июня этого года. Мероприятие будет очень большое и насыщенное. Сейчас это, конечно, и классные часы, всех тем не учесть. Это участие в городских, республиканских мероприятиях, которые проводятся нашими военно-патриотическими клубами. Ну, и многое другое, так сказать. Мероприятий очень много. Если говорить о патриотическом воспитании, как оно поставлено в вашем институте? Ну, патриотическое воспитание в нашем институте, это является приоритетным направлением. На основах патриотического воспитания в нашем институте организована образовательно-воспитательная среда, которая подразумевает равное участие и педагогов, и самих обучающихся. Это очень ярко выражено в нашем институте. В рамках организации самоуправления курсантов и студентов. На базе самоуправления курсантов и студентов у нас преподаватели занимаются непосредственно кураторством, а дети курсанты, они у нас занимаются руководством, так скажем, организацией непосредственно мероприятий. В этом самоуправлении у нас есть 6 центров. В этом году, конечно, основной фронт работы у нас работает патриотический центр, который занимается организацией внутренних мероприятий, различных участием в республиканских, городских мероприятиях. Также у нас есть информационный центр, который занимается, сейчас это очень модно стало, ведением социальных сетей. Это ВКонтакте, Инстаграм, конечно, своевременное освещение мероприятий на официальном сайте института. Мы проводим различные интернет-акции, в основном они сейчас, конечно, патриотического направления. Вот недавно проходила акция, у нас посвященная Дню неизвестного солдата и так далее. У нас есть большой, один из самых центров, это Старостат, в который входят наши старшины и старосты, которые занимаются непосредственно организационными вопросами и вовлекают самих же курсантов и студентов. Также у нас есть исторический центр, который сейчас занимается исследовательской деятельностью. Я немножко расскажу сейчас позже о проекте, который мы реализуем. Сергей Ильич, вот можно перебью вопрос сразу, вот вы про курсантов говорили, да? А вообще, вот как, Лев, строится День курсанта? Ну, День любого курсанта начинается с утреннего построения. На нем наши командиры и старшины проверяют личный состав, кто отсутствует, кто присутствует. Сразу после проверки у нас начинаются учебные занятия. У нас в день, как правило, три пары, ни больше, ни меньше. Между занятиями у нас перерывы, ну, как положено есть. И на перерывах у нас могут проводиться различные викторины, спортивные минутки, как небольшие спортивные соревнования. После у нас идет обед, обеденное построение. И дальше уже может быть у нас как строевая подготовка, консультации различные. Так как я на четвертом курсе учусь, у нас выпускные курсы, мы больше занимаемся выпускной, квалификационной работой для успешного выпуска. Ты будешь судомехаником? Да, верно. Как, почему выбрал? Да, почему и что дальше тебя ждет? Чем будешь заниматься? Я выбрал судомеханик, потому что, ну, мне эта отрасль, работа очень нравится. Сам по себе судомеханик, это как врач для двигателя. Двигатель — это как, ну, большой организм, который мы должны обеспечивать, чтобы он работал стабильно, без перебоев. Ну, и судно без механика — это никуда. Я знаю, что у вас форма меняется из курса в курс. Вот у тебя сейчас форма, я так понимаю, уже последнего курса, да? Наверное. По цветам меняется, да? Как она отличалась? Ну, форма — это визитная карточка нашего учебного заведения. Ну, она прививает чувство патриотизма и поддерживает дисциплину. На первом-втором курсе курсанты носят фонелевку и форменный воротник. А начиная с третьего и четвертого курса мы уже носим вот такие вот командирские кителя. Эту моменту больше всего ждут. Будет ли участвовать в этом году в параде коллектив «Топочного»? Конечно, это самое главное мероприятие, я считаю, в этом году. Я хочу сказать более, что для наших курсантов это большая гордость, потому что в нашем учебном заведении не каждый курсант участвует в этом параде, потому что есть четкая градация в количестве предоставления подразделений. И на протяжении всего учебного года мы проводим различные строевые смотры, где курсанты показывают свою строевую учку. И только самые лучшие курсанты у нас попадают в состав. Спасибо. Спасибо большое, да. Хочется пожелать удачи в проведении той работы, которая направлена на патриотическое воспитание молодежи. Лев, тебе успехов, удачи в работе твоей. Да, я думаю, что все получится. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, далее мы продолжим наш эфир. За это время можете успеть написать в WhatsApp сообщение на наш студийный номер. Доброе утро. Вот так быстро и оперативно мы продолжаем наш эфир. Да, и далее предлагаем вам прослушать свежий прогноз погоды на день 18 февраля. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 30 градусов. Днем ожидается до минус 16, минус 22. В Заречных утром минус 24, минус 32. Днем минус 16, минус 25 градусов. В Южных улусах минус 14, минус 15 утром. Днем также до минус 15. В Вилюйских улусах минус 16, минус 18 утром. Днем минус 15, минус 17 градусов. В Нижнеленских минус 24, минус 25 утром, днем минус 21, минус 22 градуса. В Западных минус 14, минус 21 утром, днем минус 14, минус 17. В Коломейдегирских улусах минус 22, минус 35 утром, днем ожидается до минус 21, минус 29 градусов. В Янских улусах минус 19, минус 23 утром, днем минус 17, минус 21. На Северо-Западе минус 15, минус 24 утром, днем минус 17, местами 22 градуса. 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 33 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 23, минус 25 градусов. Продолжаем наш эфир свежими вакансиями на день сегодняшний. Внимание на экран. Требуется водитель автомобиля категории БЦ, полное среднее образование, наличие водительский брав, соответствующих категории, зарплата от 24 тысяч рублей. Требуется инспектор организационно-аналитического отдела образования, ниши среднего профессионального, грамотно-устная и письменная речь, зарплата от 24 тысяч рублей. Требуется младший инспектор, полное среднее образование, зарплата от 30 тысяч рублей. Если вас заинтересовали эти вакансии, не только обращайтесь в Центр занятости населения города Якутска или в их фронт-офисы Петра Алексеева, 19.3. Ну а далее предлагаем вам послушать спортивные итоги выходящей недели. Отрадно, что в нашей копилке по достоинству много медалей в значимых чемпионатах. Завершился отборочный чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе в Нерюнгвей. Основная борьба за медали чемпионата, как и предполагалось, развернулась между якутскими и бурятскими борцами. По итогам турнира по числу золотых медалей, шесть первых мест, вперед вышла объединенная компания Республики Бурятия и Забайкальского края. Хозяева же ковра выиграли в четырех весовых категориях, при этом завоевало наиболее число путевок на чемпионат России в Улан-Удэ. Всего 19 лицензий, 3-15 у бурятов. И что важно, якутские борцы первенствовали в двух стратегически важных для нас весовых категориях до 57 и 61 килограмма. Золотые медали также в копилку сборной Якутии принесли Герман Устинов, 74 килограмма, и Нергун Сергий, 92 килограмма. Сборная Якутии по кикбоксингу завершила чемпионат Дальневосточного федерального округа с семи золотыми медалями. На домашнем чемпионате Дальнего Востока по кикбоксингу якутские спортсмены завоевали 22 медали и уверенно выиграли неофициальный командный зачет. Вторыми стали спортсмены из Приморья, а на третью ступень зашли бойцы из Хабаровского края. Победителями финальных поединков стали Петр Васильев, 51 килограмм, Аял Месников, 54, Тимофей Сивцев, 57, Вадим Колтовской, 60 килограмм, Михаил Иванов, 67 и Сергей Татаринов, свыше 91 килограмма. Среди женщин золотой медали в весе до 56 килограммов чемпионата удостоилась Юлия Петрова. Якутские легионеры сборных команд Белоруссии и Румынии стали медалистами чемпионата Европы во вольной борьбе. Нюргун Скрябин стал серебряным призером соревнований в Риме в весовой категории до 65 килограммов. Соперником Нюргуна в схватке за золотую медаль континентального чемпионата в Риме был дагестанский болец, победитель турнира Иван Ярыгин в Красноярске Курбан Шираев. Николай Охлопков занял третье место в схватках с борцами до 61 килограмма. В малом финале обыграл азербайджанского борца призера первенства Европы среди юниоров Индигама Велизаде. Вот такие спортивные итоги. А за это время к нам пришло WhatsApp сообщение. Поздравляю дочку Виолетту Романюк с Днем Ангела. Желаю счастья, удачи, здоровья, любим тебя с наилучшими пожеланиями, мама. Мама очень переживала, что даже начала звонить. Да, уважаемые телезрители, пожалуйста, не звоните нам на WhatsApp. Мы все читаем, все читаем, все видим и по мере возможности все зачитываем. Поэтому большая просьба только писать нам. WhatsApp сообщение. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии гости. Это Даяна Винокурова, спортсмен сборной республики Саха-Якутия по стрельбе из лука. И Ростислав Павлов, тоже спортсмен сборной республики по стрельбе из лука. Доброе утро. Доброе утро. Ребята недавно вернулись с чемпионата, с города Орла, где проходил чемпионат, кубок, что-то еще, да? Безнародный турнир. Безнародный турнир, да. Можно об этом поподробнее? О поездке, да. В городе Орел проводили сразу четыре соревнования. Это кубок России, международные соревнования, чемпионат России и первенство России. По каждому сборной республики, по каждому соревнованию принесли медали. Какое достоинство и в каких блоках? В блочном блоке женщины три с кубка и с чемпионата и с первенства России завевали бронзовую медаль в командном зачете. И плюс Степанида Артахинова завевала второе и первое место соревнования. А у тебя какая медаль? У меня три бронзы в командном зачете. Это вот на каждом из этих первой и средней? Да, кроме международного соревнования. Там только личные были. А вот что дает нам эта бронза в будущем? Стимул, как сказать, работы в команде, поддерживание и так далее. А наша сборная Якутии каким составом? Сколько человек, сколько спортсменов? Около 20 спортсменов. Кто-то приезжает на кубок, кто-то уезжает в чемпионат. Ну, так пополняются. Где-то примерно 20 спортсменов. А какие были соперники? Соперники? Ну, с России, с каждого региона. Бурятия, Запкрай, Пере, Москва, Таталии. Кто был самый принципиальный? В стрельбе в России именно. Первые места Запкрай, Бурятия, Мособласть, Москва и Санкт-Петербург. Самые сильные спортсмены. Росслав, какие твои успехи по итогам выступления в Орле? Ну, главный успех, это, наверное, то, что я международника выполнил. Это считается в Республике Я-1 среди мужчин в классическом луке. И еще этот параллельно рекорд Республики установил новый. Он до этого года два назад. А вот как измеряются рекорды в стрельбе из лука? Надо в десятку попасть там несколько раз? Нет, у нас соревнования проводятся два этапа. Сначала стартовый. Это зимний сезон, например. 60 выстрелов делаешь. Это максимум 600 очков нужно быть. У меня вот рекорд 590 очков. То есть, ну, можно сказать, 10 девяток, остальные десятки. И второй этап – это уже спарринги. Это один на один выходишь. И по олимпийской системе до вылета до финала. Я вот именно на этих международных соревнованиях, которые были, где я хорошо выступил, я там по итогу шестым стал. Это, получается, по старту я был первым. И на втором этапе, где спарень уже вылетел в полуфинале. Если не путаю. Ребята молодые такие, уже добились таких успехов, да? Уже действительно ярких. Сколько лет занимаетесь стрельбой из лука? И почему именно этот вид спорта? Я спортом занимаюсь 3 года. В спорт я пришла, ну, знакомые попросили. Ну, просто сказали попробовать. С 3 лет? Нет, просто 3 года. А, 3 года. И попросили знакомые. Да, да. Сказали просто попробовать, а в итоге просто уже основное дело. Затянуло, да? Да. Ну, достижения в прошлом году в чемпионате России в личке я стала вторым в команде, третьим в командном зачете. Еще в Кубке России у меня две медали. Бронзовое и серебро в личке. И на всероссийских соревнованиях в первенстве. А сначала ты была любителем, вот как это говорится, да? Ну, да. Все это постепенно приходит. За 3 года? Может, пойти тоже пойти пострелять? Ну, когда как, кому как. В дух повезти. Некоторые вот за год уже мастер выполняют. А, да. А некоторые вот уже 6 лет занимаются только. Результаты приходят. А, Слава, у тебя с чего начиналось знакомство с стрельбой? Я достаточно поздно пришел в стрельбу. 24 года, наверное. Ну, 23-24 года. Я уже занимаюсь, получается, 6 лет. Это после Олимпиады в Лондоне в 2012 году. И год думал где-то. До этого я вообще хотел, ну, чем-нибудь заняться спортом именно. И вот подумал сначала, стрельба, наверное, самый доступный спорт, легкий, наверное, подумал. Ну, я же поздно начинаю, поэтому уже борьбу, там, бокс уже не котируется. А что было на Олимпиаде в Лондоне? А там Степанида в Паралимпиаде, брунзу заняла облички. Посмотрели Олимпиаду, получается. Ну, да, я знаком был. Она вдохновила, да? Поэтому вдохновила, да. И, считай, через нее вот вышел на Иксмана Андрея Андреевича. И вот они мне первый лук дали ученический. С этого начал. И как раз в 2014 году уже. Ну, я так долго собирался. В 2014 году мои первые соревнования были. Здесь как раз чемпионат России проводился. И там выступил. В Кубке России. И по старту там последнее место занял. Все, мимо попадал. И по себе уже думал, стоит ли вообще продолжать заниматься. Видимо, стоит. Но, видимо, упор стоит труд, все перед трудом. Ну, да. Спорт, в котором можно начать заниматься в любом возрасте, получается, да? Ну, это, считай, в классическом луке я, наверное, это... Спасибо вам большое, что подошли в студию. Хочется пожелать вам удачи на новых стартах. Спортивных достижений, да? Чтобы была в копилке золотая медаль у каждого из вас, и не одна. И чтобы все получалось успехов. Спасибо. Удачного дня. Ну, а наш эфир продолжат наши коллеги. Айталина Константинова и Петр Кулаковский. А мы увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»